Сейчас многие обсуждают, что нашли персональные данные в интернете многих миллионов украинцев. Часть из них Приватбанк передал России, когда его инспектировала фирма Кролл Международная, как-то там передали данные личные. А сейчас свежие данные в украинцах и подозревают приложение ДИЯ. И один из пользователей, экспертов обратил внимание, что сервис IP-поиска ассоциируется с такими-то веб-адресами. И эти сервера находятся во Франклурте на Майне в Германии и принадлежат организации Amazon. И вот эти скриншоты экранов. А правительство уверяло, и тут министр цифровой наш, что сервера находятся в Украине. И ДИЯ только делает запросы с помощью API-интерфейса. И они это объясняют, чтобы была меньше нагрузка на сервера, чтобы приложение не упало, но не зависло. На Amazon более надежный сервис с точки зрения отказа устойчивости. Так что же вам мешает купить сервер? Это обыкновенный компьютер, в который подключены жесткие диски, который принимает и отдает информацию. И вот комментируют пользователи, выходит, что обманули, должностное преступление сделали. И тут один тоже пишет, что если есть сервисы API, то это значит уже находится сервер не тут. Потому что когда свой сервер, то API-запросы не нужны. Вы, может, видели, когда-то Google тоже и банки дают для сайтов API-сценарии. Вот эти вот, чтобы делать API-приложения, чтобы сайт взаимодействовал с какой-то базой данных или сервером банковскими или еще каким-то. И тут пишут, что это все они нас обманули. И просто их удивляешься. Открыть вот эти сервера, вот они, и 9 тысяч стоят, и 22 тысячи сервера, и 52 тысячи. Сюда подключаются жесткие диски, CCD вот эти вот, или такие пластинчатые, какие заходите, подключаете и работаете. Есть Укртелеком, есть Кобеля, есть спутниковая связь. И не могут они сами свое сделать. Какую-то кто-то выгоду с этого получил, что на зарубежном облаке сделали. Облако это вообще непонятно, как говорится, виртуально все. Так что тут преследуют за команду, конечно, эти все неудачи, но все подбор кадров. Была хорошая программа Лифт, где все оставили свои анкеты на разные уровни управления. Бери, читай, подбирай специалистов. А они используют команду Порошенко, тасуют, и своих знакомых. Вот и все причины. Даже вот взять вот это приложение Дия, вроде хорошая идея была. А получается, что данные пошли. Но данные на чужом сервере. Они могут разными способами утянуть эти данные. Там и прокси-сервер поставить, и все остальное. И копировать могут те запросы, что пользователь делает, когда идет к нему запрос с его документов. Так что не хотят они делать элементарных вещей, подбирать нормальных управленцев, начиная сверху до низу, то кто им доктор. Так они и починут в Бозе, или как-то там сказать правильно.